Первый снег за окном Падает и тает Какая ранняя зима начинается Слышно даже Погода желает лучшего Ну здравствуйте дорогие мои Сегодня такое необычное будет видео для вас Вчера мне на фейсбук написала одна женщина Поведывала свою историю Расспросила меня кое о чем И мы потом с ней обменяли скайпом Поговорили по скайпам Сегодня такая погода пусть дождливая Вначале покажу какая-нибудь дождливая снежная Но все равно я думаю настроение мы друг другу поднимем Так вот о чем же мы с этой женщиной разговаривали Она поведала мне эту свою историю И сказала даже я могу ее рассказать своим подписчикам Зрителям То есть как бы в поучении Или чтобы другие женщины не делали ошибок Которые она когда-то там совершила Сделала Или может наоборот Наоборот у нее сейчас все хорошо Я буду заглядывать в эту тетрадочку Так вот кое-что законспектировала Потому что это же не мое Это от нее идет То есть речь идет о том Она оказывается очень Зовут ее я конечно не скажу Где живет она конечно же не скажу Но она оказывается очень давно следит за моим блоком Смотрит все мои видео И вот наконец-то задала такой вопрос Она кстати тоже очень много путешествует Ездит Ездит одна или с подругой Но это не сейчас на данный момент Так она ездит Не на данный момент Ездила А ранее она ездила с мужем Всегда отдыхать за границу Они колесили всю Европу Были и в Азии Были и на Мальдивах Ну в общем Хорошо проводили всегда отпуск Но Сейчас же Есть такой закон Что многие структуры Не имеют права Люди которые работают В некоторых структурах Например в ВД Выезжать за границу Вот ее муж и работает В подобной такой структуре И ему не рекомендовано Выезжать за границу Но она начала ездить и одна И с чего-то все началось Она мне просто спросила Светлана скажите пожалуйста Это все было по скайпу Очень приятная женщина Она старше меня Ей Ну с небольшим за 50 Она говорит Скажите пожалуйста Как реагирует на это ваш муж Что вы ездите Одна или с подругой Ну Я ей ответила Как реагирует мой муж Она все Она ответила мне свою такую историю А история такова Что Он был конечно же против Что она ездит Она говорит Он мне ревновал всю жизнь Хотя никого повода Я ему для этого не давала И перед отъездом были скандалы После приезда Были какие-то скандалы Обнюхивания Какие-то искания Доказательств Бесконечный контроль По вайберу По скайпу По ватсапу За ней Где она что Надежда Она должна бесконечно присылать фотографии С кем она Где она То есть она говорит Это сущий ад Я доходила до того Что просто отключал телефон Вот просто отключал телефон И думала Будь что будет Но будет у меня какой-то отдых Или нет Ездила она Однако Конечно же Он ей денег не давал Не давал Специально Чтобы Может быть Она одумается И не будет ездить Будет сидеть рядом с ним Ему это было обидно Что ему нельзя ездить За границу Вместе с ней Но слава богу Она женщина Она самодостаточная Говорит У меня две парикмахерских Мне денег всегда хватало Ездила одна И я привыкла отдыхать Море для меня Это просто Это просто Мое вдохновение Мое лечение Мой кайф Как она говорила Я получаю просто кайф От поездок Не только от моря Из-за В Европу Она летала И мы с мужем И без него Он ей предлагал Ездить по нашему Черноморью То есть этим же структурам Положено Ездить в Крым Им как бы рекомендовано Крым Обогащать Да Там Анапусть Такое прочее Она сказала Нет Я никогда не поеду Но я в принципе Согласна с ней Кто хоть раз Ездил за границу И познав сервис И стоимость Всего того Что там Никогда не поедет Больше к нам На нашу Черноморию Я уже где-то говорила Об этом По-моему Где-то говорила И неоднократно говорила Это правда Это не я говорю Это все говорят об этом И что только она не делала Она с ним и разговаривала И уговаривала И говорила Что в прошествии столько лет Она любит его до сих пор И изменять Она ему абсолютно не собирается У нее даже в мыслях Этого не было Никогда Ну вот Он не верил Просто вот гнобил ее Гнобил 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 Этими поездками Бесконечными Скандалами Спросите Зачем ей-то нужно было Зачем нужно было Скандал Нужно было смириться И сидеть дома Рядом с мужем Но я вот вам хочу сказать Сказать так Вот как на свой взгляд Как я думаю уже Вот понимаете У каждого есть Свои какие-то Интересы Да Кто-то вот Извините У меня там собака За окном гавкает Если ее слышно Эту мэрия Просто у нас строители работают Она вот бесконечно гавкает Я вот ей выскакивала Уже ругала ее Она все равно гавкает Не обращайтесь на нее внимания Если она Я стараюсь громко говорить Чтобы переговорить У нее гавкает Так вот На чем мы остановились На том Что у каждого Свои интересы Кто-то любит Коллекционировать машины Менять Да Менять Одну машину На другую машину То есть Тратить на это Деньги Вы согласны? Кто-то любит Менять шубки На одну Вторую Третью Опять Тратим на это Деньги Кто-то любит Бриллианты Он каждый год Коллекционирует Покупает Считает себя Такой изысканной Я вся в бриллиантах И так далее И тому подобного У кого-то Свои интересы У кого-то Свои какие-то Опять говорю Тараканы В голове Но вот Мы с ней Сошлись Одинаковыми Тараканами В голове Мы любим Отдыхать Путешествовать И отдыхать Хорошо Отдыхать С сервисом Отдыхать Ни о чем Не думав Просто Не задумываясь Что тебе Нечего Позавтракать Нечего Пообедать Нечего Поознать Что-то Готовить Что бесподобное Море Чисто Ничем Ты не заболеешь Не заразишь Что есть Прекрасные Экскурсии Можно посетить Что-то узнать Потому что Жизнь Коротка Мне Я От него Не скрою Мне 47 лет Я ни от кого Это не скрываю Ей чуть За 50 И мы понимаем С ней Что жизнь Проходит Проходит Жизнь Очень быстро И хочется Пока Вот сейчас Такой живчик Хочется Жить Понимаете Просто жить Я ее Прекрасно Поняла Из нашего Сне Разговора Что Она хотела Мне Сказать И Вы знаете Вот после всех Разговоров С мужем После всех Скандалов С мужем У них Двое детей Хочу Она Поделилась Двое детей Мальчик И девочка Оба Работают Кто в Питере Кто в Москве В Иностранных Компаниях Их зовут За рубеж И то есть Дети устроены Она говорит Я абсолютно Свободна Я самодостаточна Муж тоже Работает В своей работе У нее Все Хорошо Просто Вот эта Тупая Ревность Или Просто Я не знаю Какой-то Эгоизм Или Какая-то Собственность Я не понимаю Вот этих Мужчин Абсолютно Ну Вы столько Лет Прожили Вместе Но Доверяйте Вы Своим Женам Ну Зачем Женщина Никогда Не уйдет От хорошего Мужчина Никогда Не бросит Хорошего Мужчину Не уйдет Но Не становитесь Плохими Вы же Сами Толкаете Женщин Уходить От вас И Что Вы Думаете Произошло Они Развелись Они Развелись Но Она Сказала Это Так С Так С Счастьем На Лице И Она Говорит Светлана Вы Просто Не Поверите Он Думал Что Я Найду Себе Кого-то Там За Рубежом Нет Я Нашла В Соседнем Городе И Чисто Случайно Мы С Чему Говорит Меня К Нему Возник Интерес А Когда Списались Пообщались По Вайберу Я Поняла Что Это Мой Человек Что Он Дышит Тем Же Он Думает О Том Же Он Такой Же Как И Я Он Любит Жить Он Не Постарел Он Чуть Моложе Ее Моложе Ее Она Нанискала Носок Он Чуть Моложе Ее Но Вот Понимаете То И Получил Не Нужно Думать О Плохом Нужно Доверять Своим Женам Вот Я Вот Просто Еще Раз Убеждаюсь В том Что Чего Боишься То И Получаешь Доверять Друг Друг Любить Друг Друг И Вот Теперь Она Счастлива Понимаете Когда мы С ней Разговаривали Я Видела Счастье В глазах Они Вместе Путешествуют Они Вместе Ездят Они Он Относится К ней Так Она Говорит Ко мне Так Муж Никогда Не Относился С Такой Любой С Такой Заботой С Такой Вниманием Говорит Я Тебя Ждал Всю Жизнь Ты Моя Единственная Все Такое Прочее Ну Может Это В самом Начале А Может Это Судьба Может Это Ей Благодарность За То Что Она Вытерпела От С Сцены Ревности Терпела Даже Побои Но Были Дети Маленькие Я Терпела Ради Детей Это Все Теперь Терпеть Мне Незачем А Что Думаете Случилось С ее Мужем Вот Угадайте С Двух Раз Что Случается С Этими Собственниками Этими Ревнивцами Я Даже Не Знаю Как Их Назвать Они Сами Разрушают Свой Брак А Потом Обвиняют Женщину А Это Она Такая На Букву П На Букву Ш Он Просто Напросто Спился Его Выгнали С его Работы Он Стал Никчемный Так Себя Ведут Слабаки Ревнивцы Это Слабаки Понимаете И Вот Она Мне Вчера Сказала Точно Такую Же Фразу Нельзя Ничего Запрещать Запретный Плод Будет Только Сладок И Если Ты Что То Запрещаешь Человек Будет Делать Все Наоборот Мне Что Ль Вам Говорить Это Же Со Школы Еще Школьники Делают На Зло Учителя Это Психология Людей Все Стоит Я Недавно Я Вот Смотрела Закончу Свой Такой Рассказ Про Эту Женщину Недавно Я Смотрела Может Дня Два Назад Был Американский Фильм Я Смотрела Я Лежала В Соседней Комнате Смотрела Ролики С Ютуба И Фильм Такой Был Тоже Что-то О Ревности Об Измене О Каком-то Семейном Конфликте И Вы Знаете Главный Герой Что Сказал Он Сейчас Прямо Записал Я Эту Фразу Больше Всего Ревнует Тот Кто Сам Изменяет А Не Тот Кого Ревнует Да И Эта Женщина Мне Подтвердила Он Говорит Всю Жизнь Гулял От Меня Всю Жизнь Гулял Пока Я Сидела С Детьми Всю Жизнь Выпивал Где-то В Компаниях А Я Его Ждала С Маленькими Детьми И Терпела А Теперь Я Вдруг Стала Ездить Его Это Задевает И Я Ему Не Подчиняюсь Точно Так Как Он Не Подчинялся Не Слушал Ее Вот Понимаете Все Возвращается На Круги Своя Так Что Надо Думать В Первую Очередь Обижать Своих Близких Беречь Своих Близких Или Не Беречь Своих Близких Но В Конце В Принципе Мы С ней Расстались На Хорошей Ноте Она Поблодарила Меня За Некоторые Мои Видео Спросила Еще Очередной Раз Как Это Как Относится Ну Почти Так Мой Муж К Этому Относится Что Я Еще Скажу Больше Говорить Я Ничего Не Буду Но Море Для Меня Это Тоже Все Поездки Для Меня Это Тоже Все Это Понимаете Это Такой Заряд Энергии Я Вот Даже Не Могу Объяснить Это Лучше Чем Шопинг Серьезно А потому Что Едет Что Ты Шопи Шо Тоже Там Убиваешь Два Зайца Это Желаю Я Вам Конечно Прекрасного Веселого Настроения Как Вот Этот Смайлик Всегда Чтобы У вас На Лицах Была Улыбка И Всегда Улыбались Чтобы Не Случилось В Вашей Жизни Улыбайтесь Чтобы Плохое Не Произошло Улыбайтесь И Вы Увидите Как Жизнь Ваша Стала Меняться К Лучшему На Этому Я Заканчиваю Своё Видео Всего Вам Доброго Счастья Вам Здоровья И Конечно Желаю Как Всегда Любви И Взаимопонимания Близких Это Самое Главное Чтобы Нас Понимали И Чтобы Мы Понимали Пока Пока Мои Хорошие До Новых Встреч Я С Вами Прощаюсь И Не Забывайте Новые Зрители Подписываться На Мой Канал Ставить Лайки И Нажимать На Колокольчик Чтобы Получать Новые Видео Лайки Ставьте Обязательно Ну Я Опять Не Вижу Нравится Вам Не Нравится Что Я Снимаю Ну Поставьте Лайки Что Вам Жалко Что Я Хоть Буду Знать Что Для Вас Снимать Ну Я Шучу До Свидания До С Новых Встреч